Привет, я Анимэджик, и со мной тут, как всегда, мои питомцы. Не обращайте внимания на бардак, мы просто только что вернулись в Москву, ура! Знаю, что вы соскучились по кисе Алисе, и совсем скоро вы ее увидите, а может быть и не только ее. А сегодня у нас будет одна из ваших самых любимых рубрик. Те, кто угадал в моем телеграм-канале, какое сегодня выйдет видео, получили от меня уже приветы. Поэтому обязательно не забывайте подписываться на телеграм-канал, потому что там выходят все вообще новости из нашей жизни, я там с вами общаюсь. И да, там самыми первыми мои подписчики узнали, что наконец-то вышла моя песня «Головоломка». Мой первый трек, я просто вообще в восторге, я безумно благодарна всем, кто слушает, поддерживает меня во всех соцсетях. Я в своем закрепленном комментарии оставлю ссылку на музыкальные площадки, где можно ее послушать, и буду просто вообще безумно счастлива, если вы ее послушаете. Ну, конечно же, если она вам понравится. А если вы будете снимать видео на этот звук в разных соцсетях, в ютубе и везде, то вы поучаствуйте в моем конкурсе. Потому что именно сейчас в моем телеграме идет вот этот вот розыгрыш, который я для вас устроила. Там и видеоприветы, и футболки для вас, которые я нарисовала сама лично, своими руками. Я их тоже разыгрываю вместе с автографами. Еще победители смогут со мной созвониться по видеосвязи. В общем, если захотите поучаствовать в розыгрыше, тоже переходите в телеграм, там все условия расписаны. Там на самом деле все очень просто. Просто поддержите мою песню. Спасибо. И еще одна безумная крутая новость, это то, что до трех миллионов нам осталось всего 13 тысяч подписчиков. Всего лишь 13! Поэтому подписывайтесь на канал. Все. Софиш, сегодня у нас главный герой ты. Пойдем! Кстати, на моем личном канале тоже вышел новый ролик. Психаб, это типа психологический стендап. Наши любимые с вами разговоры по душам. В честь моей песни, поэтому, пожалуйста, пойдите его тоже. Поддержите лайком. В прошлом видео на эту рубрику у нас была Юмичу. А сегодня героем нашего ролика будет Софиша. Нет, Софи, нет! Что ты делаешь? Софи, почему? Зачем? Почему? Ну... Если вы хотите, чтобы наконец-то я сняла такое видео с кисой Алисой, то ставьте лайк на этот ролик. Набираем 30 тысяч лайков и мы снимаем это видео. Да, Софи? Да. Ну, а пока мы идем, не забывайте, как обычно в этой рубрике мы делаем, писать в комментариях свои предположения, сколько в этот раз нам придется купить. Отпустила Софишу погулять, потому что у нее есть такая привычка, когда мы заходим в зоомагазин, она зачем-то потом какает там обязательно. Поэтому я хочу, чтобы она заранее сходила в туалет. Я забыла вам, кстати, сказать, что совсем скоро выйдет еще одна моя новая песня, поэтому следите во всех соцсетях за новостями, чтобы самыми первыми все узнать и поддержать. Я заметила, что в этом году реально в парках, в лесах очень много клещей, поэтому, пожалуйста, берегите своих питомцев. Погнали! Берем корзину. Как вы помните условия нашего видео, мы покупаем собаке все, к чему она только не прикоснется. Мы совершенно не знаем, что это будет. Я надеюсь, это будут какие-то важные нам вещи. Не знаю, зачем нам натуральный природный грунт для аквариумов. Ответ на этот вопрос, видимо, знает только София. Ну что, отпускаем Софишу с поводка. Лучше бы Софи, ты выбирала что-то очень нужное. Такими темпами, мне кажется, мы скупим магазин. Зимние ботинки для собачек. Теп-теп-теп. Примерять будем. Между прочим, 1419 рублей. Комбинезон. По-моему, он тебе великоват, Софи. Есть как раз твой размерчик. Но ты что, в зиме готовишься, я что-то не поняла? 2079 рублей. Очень нужная вещь к лету. Чувствую, сегодня мы потратимся все-таки. Ну, конечно же, как без вкусняшек-то, да? Да, конечно. Просто каждое лакомство мы собираем сегодня, видимо. Просто все, которые только София нюхает, да? Отлично. Тебе не много будет, Софиш? А? Нормально, да? Колбаски за 28, вкусняшки за 113, еще одни за 72. И еще печенье за 213. Что? Что там? Уже не первый раз София обращает внимание на эту гигантскую кость. София, нельзя игрушки поменьше выбирать как-то, а? По-моему, она тебе великовата. Она размером с тебя. Ладно. Ну, хотя бы игрушку София не такую дорогую взяла. Я внимательно слежу за Софией. Хочу сказать очень важный момент. В этом зоомагазине очень большой кормовой отдел, где много кормов внизу. Мы не будем покупать такое количество кормов, которые нюхается и трогает Софии. Мы купим им сегодня обязательно корм себе и... Да. Что такое? Что это такое? Очень хочется тебе охлаждающий коврик, судя по всему, да? Ну, на лето полезная штука. 882 рубля. Мы только недавно зашли в магазин, а у нас уже огромный чек, мне кажется. Софиш, София, ты решила весь магазин скупить? Это что, бассейн? Зачем тебе бассейн? У нас же есть бассейн. София такая, а что, мне вечно в луже на улице купаться? Вот, купить мне бассейн, а что, почему нет? Это вот такой вот огромный бассейн. 5440 рублей всего лишь. Наш чек значительно растет. София на самом деле реально любит воду и любит купаться, и, видимо, это на нее повлияло. Ага, вот так, да? Тебе жарко, что ли? Охлаждающий жилет для собаки на лето. Но вот это, кстати, даже лучшая вещь, чем коврик, потому что в нем можно ходить. У нас уже целая корзина, и Софи, по-моему, не собирается останавливаться, да? Софи, ты решила меня разорить? Жилет стоит 649 рублей. Софи, ты издеваешься сегодня надо мной или что? Это какой-то прикол? Помните, когда мы с Юмичу последний раз были в зоомагазине в Мексике? Она выбирала всего для гигантских собак. Мне кажется, Софи тоже сегодня страдает гигантоманией. Да? Или это намек на 3 миллиона на нового питомца, или что? Я не понимаю. Посмотрите, что она взяла. Что это? Это что вообще? Софи, что это такое? Ты понимаешь, что это гигантская шлейка? Это просто для лошадки, мне кажется, маленькой, для пони просто какой-то. Тебе куда это? Ты хочешь, чтобы я тебя вносила в ней, как в сумке, или что? Но, на самом деле, я давно планирую Софи купить шлейку. Почему? Потому что ошейник, и вы знаете ее историю, сердце, и она задыхается, и ей иногда очень тяжело дышать. И я подумала, что лучше ей будет ходить на шлейке, чем втянуть себя на ошейнике. Поэтому давайте вместо вот этой гигантской, пожалуйста, сделайте мне скидку. Ну, выберем ей подходящую реально шлейку. Здесь их очень много, и я, конечно же, хочу Софише розовый цвет, потому что это ее любимый цвет. Никуда не уходи, Софи, сиди здесь. Сейчас посмотрим. Маленькие размеры есть только на высоте. Она бы и не смогла до них коснуться, мне кажется, дотянуться. Вот, хорошая розовенькая шлейка. Ну, ладно, шлейка хотя бы 393 рубля. Продолжаю следить за Софи издалека. Что она там потрогала? Софи, ты прикалываешься? Капец, я в шоке, ребят. Я очень зла. Вы не поверите, что только что произошло с нами в этом зоомагазине. Мы накупили товаров на 12 140 рублей, блин, подошли, начали, продолжали, точнее, снимать. Уже, как бы, собирались даже к кассе, но к нам подходит охранник и говорит такой, типа, здесь нельзя снимать вообще. Короче, они запретили там снимать. И я говорю, почему? Потому что, типа, по закону нельзя снимать в облом центре. А в зоомагазине можно? Так, мне надо изучить реально этот закон. Это просто безобидное видео о покупках для собаки. Мы всегда снимали такие ролики в разных самых зоомагазинах. И именно сейчас Софиша увидела собаку. Нам запретили снимать. Короче, фишка в чем? Я сказала, ну, тогда мы ничего у вас не будем покупать. 12 140 был наш чек, они могли заработать. Короче, сегодня эти ребята потеряли очень важного клиента, который мог бы принести им хороший доход. Еще и Софишу, скажи, расстроили, да? Не будет теперь у нее всего того, что она хотела. Но ничего, Софиш, не расстраивайся. Дай пять. Я нашла новый зоомагазин. Так что, видимо, у Софиши сегодня день шопинга, потому что мы отправляемся в другой зоомагазин. Это будет вторая часть нашего ролика. И вам повезло, потому что, получается, вы посмотрите аж два ролика. Покупаю собаке все, к чему она прикоснется. Класс! Короче, вообще не pet-френдли ребята. Я еще у них попросила миску с водой для собаки. Они такие, нас нет. В смысле? Вы, вы, вы зоомагазин. Вы что, к вам с животными приходят? Вы сами должны предлагать. Капец. Я просто забыла поилку, но я купила водички, Софи так ее попоила уже. Блин, я не знаю, в Телеграме, наверное, придется обсудить это и напишу, что это за зоомагазин, чтобы никто, блин, туда не ходил. Я человек, конечно, добрый, но это не сервис, ребята, извините просто. Ну что, правила вы все знаете. Погнали! У нас еще и тележка тут будет, что гораздо удобнее. Софиш, ты продолжаешь намекать на каких-то других животных, я так понимаю? Что это такое? Какой-то пух в пакете большой. Напишите. Очередные 515 рублей, непонятно на что. Чувствую, мы будем... Так, дарить подарки всем или розыгрыши устраивать, потому что я не знаю, куда будем это девать. София решила, видимо, приобрести киси Алисе в подарок о том, что они давно не виделись когтеточку за 3000 рублей. Мало у нее когтеточек, конечно. Хорошо, что не вот такой вот дом. Не успела заснять, как София потрогала сначала что-то синенькое, а теперь... Зачем это тебе, София? Понятно. Ну, хотя бы товар недели за 1679. Спасибо, София. Класс. Одеялко для питомцев за 599. Серьезно? Нет, мне, конечно, не жалко купить своим питомцам любимый одеялко за 599 рублей. Мне кажется, для людей даже такое одеялко дешевле стоит. Нет? Или я давно в ценах не ориентируюсь? А это вот эта трубка, которую София потрогала. Я даже не понимаю, что это. Фон для аквариума? Серьезно? Люди, у которых есть и рыбки на нашем канале, скажите, может фон для аквариума стоить 445 рублей? Или это очень большой аквариум? Хотя, с другой стороны, она не могла выбрать другую лежанку, потому что они все очень высоко. Софи! Я не успела это снять, но Софи выбрала еще одну гигантскую лежанку. Как вам? Такой вариант. Мне кажется, Софи реально нам на что-то намекает. На что-то большое и пушистое. София у нас любит дорогие покупки. Зато я нашла ей жилетик, который она выбирала до этого. 650 рублей еще. Посмотрите, какая милота. Очочки солнечные для собачек и котиков. Шляпы летние. По-моему, Софиша очень идет. Знаете, что я вспомнила? У нас есть классная такая рубрика, где мы одеваемся с питомцами в одном стиле, если вы помните. Может быть, нам нужно повторить видео? Как думаете? Если да, лайкосик или плюсик в комменты. В общем, покажите свое желание, Софи, профессор. Софи же не очень обламывается, что мы пошли в другой зоомагазин, потому что здесь она тоже может повыбирать что-нибудь. Да, Софиш? Что? Что? Что из этого? Может, что-то одно выберешь, Софиш? Почему две? Давай, давай же какую-нибудь одну, а? Радужную. Может быть, вот эту все-таки? Нет? Тебе этот домик нравится? Подходит он тебе по размеру? М? Как он тебе? Маловат? Мне кажется, для кисы Алисы подойдет, да? Она с другой стороны решила зайти. Две пятьсот девяносто девять. А тут, кстати, не надо просить воду. Вот у ребенка сразу есть мисочка, где можно попить. По-человечески. Да. Девочка? Девочка. Девочка красивая. Красивая, да? Смотрится ярко-розовый такой. Другую шлейку взяли розовую, Софишки. Простую, потому что та какая-то немножко мощноватая, мне показалось, для нее. А в этой будет легко, да? По акции за 321 рубль, Софи. Что там такое, Софи? Игрушки тебе понравились, да? Софиша тут потрогала сначала вот эту игрушку. Какую-то свинюху гигантскую. Она размером с тебя. Очень большой выбор игрушек, но до них Софи дотянуться не может. Поэтому у нас за 1499 рублей. Зачем ты, Софи, нужен еще вот этот вот? Еще за 1685. А потом она потрогала вот этот. Свинка с лизунцом? Что это такое, Софи? А-а-а, я поняла. Вот, что тебя там привлекло, да? Короче, это такая игруха, которая приклеивается на пол. И туда вставляется вкусняшка. И собака развлекается, да? Еще 599 рублей. Смотрите, какое... Софи, не трогай ничего. Уже хватит. Смотрите, какое гигантское колесо просто. Это для какой-то собаки. А рыба-то нам гигантская селедка. Зачем, а? Ну что? Такое только Алисе дарит. Посмотри, какая колбасятина. Софи у нас разошлась. Она просто такая, вот такую рыбу хочу гигантскую. Зачем? Боже, что мы творим? Хорошо, что в этот раз зимнюю одежду и обувь не покупаем, да, Софиш? Кто там такие животные, а? Софи, походу, хочет мышку на 3 миллиона. Может, проще рыбку, а? Софи, что у тебя в носу? Что? Понятно. Ну что ж, Софиша устала, по-моему, уже тоже. И я, если честно, тоже. Два зоомагазина, большой пэтшопинг-дэй. Короче, погнали считаться. Аж страшно подумать. Интересно, в комментариях кто-нибудь угадал, сколько мы потратим? 17 875 рублей. Это достаточно большая сумма, и, видимо, нам реально придется делать какой-то розыгрыш или ехать в приют. Увидимся скоро с вами в новых роликах на канале. Приходите в Телеграм и слушайте мою песню. О-хо-хо-хо!